Глубоко уважаемые коллеги, хочу сказать, что этиология докрека налегулитов, а именно воспаление слезных канальцев, в основном в 95% является микотической, поэтому именно этому будет посвящено мое сообщение. К великому сожалению, каждый пятый житель нашей планеты страдает микотической инфекцией. Микозы – это самая распространенная патология человека, и в 1854 году Верхов впервые бил этот термин «микозы», предложив под этим диагнозом объединить все заболевания, вызванные грибками. В настоящее время известно более 400 видов грибов, и они все потенциальные возбудители микозов, из них около 50 являются патогенами для органа зрения человека и его придатков. Впервые клиническую картину грибкового поражения слезных канальцев с докреолитами в их просвете были описаны Грефы в 1854 году. Вольф и Израиль в 1878 году получили культуру лучистого гриба, названного позже актиномицетом Израиля. Актино-мицета Израиля – это наиболее частое поражение слезных канальцев, и пусть заражение может быть как экзогенным, так и эндогенным. Далее идут дрожжеподобные грибы кандида, пусть заражение эндогенный, и мицеллярные грибы аспергила или плесневидные грибы, пусть заражение экзогенный. Актино-мицеты. Они могут быть как анаэробными, так и аэробными. И аэробные паразитируют в организме человека и животных, а анаэробные живут в свободной природе, в почве, в воде и на растениях. Грибы кандида очень часто присутствуют как сопрофит, и у 60% здоровых людей полуцерета их можно обнаружить. И аспергиллус обитают обычно как в почве, и их споры можно обнаружить в воздухе, но они, к счастью, не приживаются на неповрежденных слизистых поверхностях. Основные условия, при которых указанные микроорганизмы становятся патогенными, это, прежде всего, состояние иммунодефицита, такие как лечение цитостатиками, химиотерапевтические или радиологическое лечение, гормональные обменные нарушения, такие как сахарный диабет, климакс ожирения, гиповитаминозы, длительное лечение антибиотиками и кортикостероидами, патологические изменения полости носа и околоносовых пазух, могут быть внутрибольничные инфекции вызываться, и воспаление полости рта, глотки, носоглотки и заболевания зубов. Мицелий гриба, попадая в слезоотводящие пути, прикрепляется к эпителию слизистой оболочки, вступает в взаимоотношения с эндогенной флорой, и, к счастью, как правило, нет инвазии в окружающую ткань. Вокруг гриба могут возникать умеренные клеточные реакции, и они могут обезвисляться, превращаясь до креолит. Кроме того, они могут выходить за пределы слезного канальца. Жалобами пациента, как правило, являются зуд, жжение, гнойноотделяемое. И обратите внимание, что пациенты с каналикулитами никогда не жалуются на слезотечение. Очень длительный анамнез воспалительного заболевания передней поверхности глаза, как правило, от года до пяти лет, и безэффект, наличенный антибиотиками, кортикостероидами, якобы конъюнктивиты, можно выявить в анамнезе, тщательно расспросив об этом больного, что очень важно для постановки диагноза каналикулит, и, кроме того, наличие сопутствующих заболеваний, о которых я сказала ранее. К сожалению, диагнозы направившего учреждения бывают различные, и чаще всего это бывают конъюнктивиты, холязион, доклеоцистит, сужение слезоотводящих путей, доклеостынозы, демодекоз, новообразование, ячмень, и только очень небольшую часть представляет правильно поставленный диагноз, а именно микоз слезоотводящих путей и каналикулит. При осмотре необходимо обращать внимание на несколько вещей, как то расширение слезной точки, отека гиперемии области слезного канальца, наличие гнойного отделяемого, иногда можно видеть в просвете доклеолит, и, возможно, наличие грануляции в области слезного канальца, которые имитируют периодически опухоли. Вот вы видите. Вот вы видите расширенную зияющую слезную точку, гиперемию и отек слезного канальца, гнойноотделяемый и сопутствующие реакцию конъюнктива. Здесь также видно гнойноотделяемый в области расширенной слезной точки, гиперемированная конъюнктива и отек в области канальца. Это каналикулит верхнего слезного канальца с гиперемией и отеком. А вот данная пациентка, которая страдала около года, у нее нет изменений слезных канальцев, никакого, нет ни отека, ни расширения слезной точки. Тем не менее, это длительный анамнез леченного конъюнктивита, и у такой пациентки тоже был каналикулит. Локализация, как правило, процесса в нижнем слезном канальце, затем в верхнем слезном канальце. Могут поражаться оба канальца, но реже, и заболевание может быть двухсторонним. Также хочу обратить ваше внимание, что необходимо помнить, что микозные заболевания могут быть как слезного мешка, так и носослезного протока. Постановка диагноза типична. Обычно пациентам необходимо провести общеклиническое офтальмологическое исследование и провести специальное диакрологическое обследование, которое является достаточно обычным. Это приведение цветных проб, как канальцевых, так и носовых. Когда в конъюнктивы вводится какой-то препарат, это может быть или колоргол, это может быть и флюоресцин, и смотрится, как уходит это вещество из полости конъюнктивальной и попадает в полость носа. Промывание слезоотводящих путей, зондирование и, наконец, даклиорентгенография. Обратите внимание, что тесты с исчезновением красителя всегда положительные, поэтому пациенты слезоотводящие пути проходимы, и поэтому именно пациенты не жалуются на слезотечение. Подспорьем в диагностике при каналикулитах может быть диафаноскопия, когда видно неравномерное свечение расширенного слезного канальца. И наличие, по крайней мере, это позволяет сориентироваться и определить наличие даклиолитов в полости слезного канальца. Здесь вы видите даклиорентгенографию, неравномерное распределение контрастного вещества по расширенному слезному канальцу, который тоже дает возможность заподозрить наличие даклиолитов. Большое значение в диагностике даклиоконаликулитов является ультразвуковое исследование. Вот вы видите здесь расширенный полость слезного канальца и наличие даклиолитов в них. Обязательно надо таких пациентов отправлять к лор-врачу, потому что делать исследования полости носа, как я уже сказала, что заболевания полости носа могут поддерживать микотические заболевания. Поэтому здесь надо работать в содружестве обязательно с лор-врачом. Лабораторная диагностика затруднена, потому что в нативных препаратах очень трудно увидеть грибки, но тем не менее это иногда удается. Дифференциальный диагноз необходимо проводить с бактериальными каналикулитами, которые практически встречаются крайне редко, с гнойными даклиоциститами, хроническими конъюнктивитами, ячменями, холязионами, папиломатозом слезных канальцев, естественно, с онкологическими заболеваниями. Также может быть сифилитическое поражение слезных путей, туберкулезные полипы и трахомное поражение, что, слава богу, сейчас практически исключено. Лечение каналикулитов в основном хирургическое. Когда есть даклиолиты, то практически никакими медикаментозными средствами их невозможно убрать из канальцев. осуществляется таким образом. Слезный каналик зондируется. Это нижний слезный каналец, просто съемка была такая. Затем делается каналикулитамия, вскрывается слезный каналец. И специальной куреткой удаляются конкременты. Очень простое и очень эффективное вмешательство. Но, к сожалению, вот эти движения приходится совершать очень довольно долго, до тех пор, пока мы не убеждаемся, что из канальца все конкременты удалены. всегда поражает расширение слезного канальца. Он огромный становится, и там может необыкновенное количество даклиолитов собираться. Сейчас очень дискутабельным остается вопрос о необходимости интубации слезных канальцев при даклиолитах после операции. Дело в том, что это очень редко, но бывает так, что канальец зарастает, и поэтому встает вопрос о том, как этого избежать. При этом выполняется разрез не так, как обычно, не вскрывается слезная точка, а делается разрез... Делается разрез... Канальец скрывается по внутренней стенке, и тогда в неповрежденную слезную точку имплантируется лаклимальный имплантат. Это может быть, например, мини-монока. Вот вы видите, как осуществляется крепление шляпкообразного крепежного элемента этого лаклимального имплантата. Ну вот удаленные даклиолиты, они могут быть различной величины, различное количество их, но их обязательно надо исследовать гистологически, потому что только это дает, позволяет установить точный вид грибка. После лечения очень быстро ранка заживает, и канальец принимает свой прежний вид. Вот это рассеченный канальец, но потом трудно даже отличить, что канальец от здорового вида канальца и слезной точки. Мы стараемся использовать возможность ультразвука для определения того, удалили ли мы все даклиолиты. И, конечно, в этом большая помощь, потому что вот вы видите пациент до лечения, и вот видно, что все даклиолиты были удалены. Кроме того, необходимо, естественно, проводить инстилляции различными дезинфицирующими препаратами. Чаще всего мы пользуемся акумистином, бетакбактом, альбуцидом и из антибиотиков овтоквиксом. В институте глубоких микозов был разработан препарат, который является антимикотиком и легким иммуностимулирующим препаратом. Он называется актинолизат. И мы этот препарат используем, когда подтверждена актиномикотическая этиология заболевания. Его вводят внутримышечно по 3 мл 2 раза в неделю 15 инъекций. Им же можно промывать слезоотводящие пути. И мы промываем слезоотводящие пути, как правило, борной кислотой, потому что кислая среда не переносится грибками и подходит для этого четвертьпроцентная борная кислота. И через день 5 мл борной кислоты приблизительно курс промывания 10 раз. Кроме того, когда установлены этиологии внутрь, обязательно даются антимикотики. Мы предпочитаем флуконозол. В течение первых дней после операции дается по 150 мг. и в течение последующих двух недель дается 50 мг препарата. Кроме того, мы обязательно даем пациентам антигистаминные препараты. Хочу напомнить о том, что все-таки сочетание докриоконоликулитов и поражений более глубоких отделов слезоотводящих путей к сожалению встречается. Но жалобы тогда пациентов совершенно другие. Они соответствуют жалобам, которые проявляют пациенты с доклеоциститами. И на МСКТ очень хорошо видны эти изменения. Как вот здесь, например, тоже неравномерное заполнение контрастом вещества. И вот здесь расширенный слезный мешок. И при оперативном лечении были удалены докриолиты. И напоследок я хочу сказать, что каждый офтальмолог, который ведет поликлинический прием, наверняка встречался с пациентами, у которых был докриоконоликулит. Просто не всегда это было заподозрено. Надеюсь, если сейчас вы будете насторожены к пациентам, у которых в течение года или больше лечится и не вылечиваются конъюнктивиты, то вы будете насторожены в плане возможного каноликулита у этих пациентов грибковой этиологии. И хочу сказать, что немножко хочется скрасить впечатление от первого слайда, где я вам говорила о том, что, к великому сожалению, каждый пятый человек заражен микотической инфекцией. Но существуют еще и такие вот грибы. И гораздо приятнее наверное ходить по лесу собирать. И благодарю за внимание.